В мире множество вопросов, любой ответ даёт интернет. Ну а что об этом думает настоящий невиртуальный профессионал? Доброе утро! Меня зовут Александра Прудникова, я работаю в МЧС. Тема лесных пожаров не безразлична современному интернет-сообществу. Юзеры единодушны. Лесные пожары наносят вред экологии. А вот что касается причин их возникновения, то здесь есть разноклассие. Будьте осторожны, трава может загореться от засухи и солнца. Это неправда. Для того, чтобы загорелась сухая трава, необходим источник зажигания с высокой температурой. Температуры в 35 градусов, которые у нас обычно достигается летом, недостаточно. Зато достаточно неосторожно брошенного окурка, непотушенной спички, углей от костра, сфокусированного луча солнца, от зеркала, либо стеклянной бутылки. Этого достаточно. То есть обычно пожар травы происходит от действий человека. Любому человеку свойственны ошибки и заблуждения. Причина их появлений – недостаток информации. Ну а с этим современный человек легко справляется. Ведь есть всезнающий интернет. И здесь всегда можно получить совет. Весной обязательно нужно выжечь траву вокруг своей дачи, чтобы не пришел пожар из леса или от соседей. Это заблуждение, причем крайне опасное. Приведут три причины. Во-первых, это бесполезно. Никакой гарантии, профилактический пал травы, гарантии защиты от пожара вам не даст. Во-вторых, это опасно. Контролировать огонь на большой площади невозможно. Невозможно предугадать поведение огня, силу и направление ветра. Скорее всего, все пойдет не по вашему плану. И третий, последний довод, если предыдущие вас не убедили – пал травы – это незаконно. За выжигание сухой растительности трав на корню можно получить штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.